Перед входом в пансионат растет веншахта. Телеграфная и фототелеграфная связь в подвалах дома отдыха. Оказывается, даже в таком месте можно найти очень и очень необычные сюрпризы. Всем привет, уважаемые зрители! С вами канал Underworld и его ведущий Степл. Когда-то в этом здании был дом отдыха. Сейчас я отправляюсь внутрь и посмотрим, что же осталось от бывшего великолепия. Первое, что бросается в глаза, это углубление в полу. Не совсем типичное решение для обычных домов отдыха. Глубина этого канала порядка 50-60 см. Сами помещения пансионата, естественно, не представляют никакого интереса, поскольку тут все разворовано и спирено. Но сюда и был ради подземной части этого пансионата. Что может скрывать заброшенный пансионат? Полностью раздестроенный до состояния голых стен. Оказывается, даже в таком месте можно найти очень и очень необычные сюрпризы. Вот, например, один из них за моей спиной. Это вентиляционная шахта, типичная для бомбоубежищ. Но зачем на большом отдалении от столицы в доме отдыха было строить серьезные подземные сооружения? Здесь, похоже, был центральный вход в корпус. Живописная лужайка. И сразу в паре десятков метров от пансионата мы натыкаемся на интересную бетонную конструкцию, которая тоже, скорее всего, является вентшахтой. Да, очевидно, я был прав. Но для начала я отправлюсь наверх. Посмотреть, какие открываются виды с верхних этажей. Итак, сейчас я на самом верхнем этаже. Предыдущие этажи я не показывал, поскольку они все однотипны и не представляют большого интереса. Очевидно, здесь располагались номера по обе стороны коридора. Типичная планировка. Здесь был санузел, который полностью уже вынесен. Вот это вот двухкомнатный номер был. Очевидно, люкс. Здесь имелся выход на балкон. И вот такие вот замечательные виды открываются с верхнего этажа пансионата. Тишина, спокойствие. И перед входом в пансионат растет вентшахта. Это грузовой лифт. Было бы очень неприятно свалиться в эту шахту. И снова в кустах перед пансионатом мы видим строение вентиляционной шахты. А в этом крыле мы видим выход на крышу пристройки. Пансионат имел один корпус. И, скорее всего, вот это как раз и было помещение. Столовый, возможно, кинозал, как это было принято в советских домах отдыха. А отсюда у нас есть выход на крышу. Чердак небольшой высоты. И, кстати, я был прав. Как в каждом советском пансионате, в этом он был не исключением. И тут тоже находился кинозал. А мы сейчас находимся в рубке киномеханика. И вот этот вот вид из рубки киномеханика в сам кинозал. Кинозал находился на втором этаже. А на первом этаже, очевидно, находилась столовая. И отправляемся вниз. Кстати, что интересно, доступ к подвалу из здания, где располагались номера для отдыхающих, не осуществлялся. Там лестница заканчивалась первым этажом. Да, вот он кинозал. Внизу помещение, очевидно, под столовую. Первый этаж. Вот в этом зале, скорее всего, располагалась столовая. Вот здесь мы можем видеть холодильные камеры. На дверях уплотнители. Обычно подобные помещения использовались под холодильные камеры. Рядом с кухней. Рядом со столовой. Ну, а теперь пройдем через помещение столовой. И выйдем к заветной лестнице, в которой все же есть проход вниз. Здесь явно что-то очень хорошо горело. Сохранилась кафельная плитка. Сразу чувствуется сырость. И так отправляемся вниз. Первое, что мы можем видеть, дверные коробки были стальные, с мощными петлями. Что говорит нам о том, что здесь, как минимум, эти помещения планировались под бомбоубежище. Ну, а отправляемся вглубь. Такие же стальные коробки с массивными петлями. И проходы внутрь. Интересно, что подвал очень сильно петляет. Там мы можем видеть канализационные трубы. Подвал весь выгоревший. И здесь, ниже уровня подвала, есть еще эдакий подпол. Здесь мы видим многочисленное деланное плиткой помещение. Тут явно располагался санузел. Возможно, душевая или ванная. Подвал очень сильно петляет. И здесь мы уже видим двери. Дверные косяки. Обычные деревянные. К сожалению, я попал в это место, когда оно уже было полностью разграблено. И воссоздавать, что и где раньше находилось, мне пришлось по найденным в интернете фотографиям. Датированным приблизительно в 2009-2010 годах. Итак, пойдем пройдемся еще немножечко глубже под помещение столовой. Здесь везде можно видеть приемки, где, очевидно, проходили кабель-каналы. Тут помещение уже больше размером. мы можем видеть табличку «Зал номер 2». Остатки какой-нибудь нибели, письменных столов. Это очень просторное помещение, опять же, с приемками. Еще одна табличка, которая гласит «Зал номер». уже не видно какой номер, очевидно, номер 3. Из этих залов есть выходы в другие помещения не меньшего размера. Здесь что-то было отдельное. Сделано дерево. Очевидно, были сделаны стеллажи для хранения какого-то инвентаря, либо архива, может быть. Тут мы видим надпись «Запасной выход». Дальше идет подходняк метров, наверное, 20 длиной, и, очевидно, выход к леншахте. Да, совершенно верно. Ну, продолжаем наш путь дальше по лабиринтам подземелья этого пенсионата. Здесь, после вент-шахты, стоит типичная дверная коробка стальная под гермодверь. Здесь запасной выход в виде ракорода гермофорточки к вент-шахте. А, судя вот по этим трубам, можно предположить, что здесь была либо дизель-электростанция, либо фильтры. Нет, на дизельную не похоже, нет фундамента в курсе, движки. А вот на фильтры вентиляционную вполне может уходить. А тут становится еще интереснее. В подвайном помещении мы видим дверь, небольшую комнату, в которой находилось окошко, и пять телефонных розеток. Кто не застал советские телефонные розетки, то они выглядели именно вот так вот. То есть здесь было подведено пять телефонных ремей, окошко, очень похожее на кассу, например. А что делать в кассе в таком хорошо оборудованном подвале? Здесь, очевидно, были какие-то технические помещения. Так, вот здесь видим какую-то металлическую установку, на стене знак заземления, распределительный щит, и вверх заделанной плитой уходило что-то для вентиляции или капель каналов. Как выяснилось позже, здесь находилась картезианская скважина. А у нас осталась еще неисследованная часть подвала, которая по идее должна располагаться под жилым корпусом. Кстати, хорошо видно, в этот приямок выходит гильза для проводки кабелей. И так, собственно, сделана по всей площади подвалов газета «Труд» от 20 мая 1979 года. Обходим очередной приямок и очередное помещение. А здесь в свое время находилась пухля. Тут мы уже видим газету «Правда», датированную 14 апреля 1979 года. Из чего несложно заключить, что ремонт, финишная отделка в этом подвале проходила как раз с лета, наверное, с конца весны до осени 1979 года. Ну, точно в 1979 году. Итак, часть подвала, которая расположена под помещениями столовой, мы изучили, похоже, полностью. Теперь отправимся в помещение под самим домом отдыха. Здесь мы можем видеть такой же длинный коридор. Забегая вперед, скажу, что и это не все. Что здесь есть еще часть подвала, в которую мы пока не добрались. Понятно, что ничего сохранившегося, кроме дверей с номерами комнат и редко-редко сохранившимися табличками, ничего аутентичного времени постройки этого пансионата, к сожалению, сейчас здесь найти уже не удастся. Вот здесь, кстати, была сделана, похоже, тепло-шумоизоляция. Как это было сделано по тем временам, то есть за деревянную облицовку, вот это вот все обрушившееся, то, что можно здесь видеть, это и есть остатки этой тепло-шумоизоляции. То есть за деревянную облицовку закладывался уплотнитель и закрывался целлофановой пленкой. Интересно, что тут еще сохранился кабель частичный и какие-то остатки металлических конструкций. Это был технический этаж, судя по надписи, генераторная. Вот как раз здесь мы можем видеть остатки постамента, видимо, под дизель-генераторы. Для того, чтобы вытащить из помещения дизель-генераторы, мародеры просто разрушили стену. Интересно, не сохранилась ли здесь какая-то надпись на двери? Аккумуляторная, огнеопасно. Что же, тут уже начинает немного проясняться назначение этих помещений. Здесь подвал снова петляет. Кругом стояли гермодвери. Здесь был запасной выход, очевидно, тоже к одной из веншахт. И, что интересно, наверху мы можем видеть, стоял геркон. Интересное помещение с колоннами. Понятно, это бак для воды здесь располагался. Странно, что очень небольших размеров. На укрытие такой площади... А вот, собственно, можно видеть электрическую схему, возможно, сохранившуюся еще с тех самых времен. А вот это, кстати, металлическая конструкция. Она проходила вдоль стен. Это и есть заземление. К ней подключался провод заземления со всей электросети здания. И дальше где-то это уходило под землю. Соединялась эта вот конструкция с зарытым подземной контуром. Здесь вот снова можем видеть сохранившиеся при ямке кабель-каналы. О назначении этого помещения судить сложно. Но зато здесь видим документацию. Электрический паспорт на телефонный канал. Магистрали КМА 617 предоставляемой для тонального телеграфа, фото-телеграфной связи. Однако серьезно у них здесь все было. Весьма и весьма серьезно. Телеграфная и фото-телеграфная связь. В подвалах дома отдыха. Здесь мы можем видеть дверь с обозначением ВО1. Вентиляционная установка 1. Вот под нее постаменты. И можно видеть, что двигатели, приводившие вентиляторы в движение, в работу располагались на пружинах для снижения вибрации. А здесь очередной журнал. И можем прочесть данные измерения распредсети за 1990 какой-то год. То есть, по крайней мере, к началу 90-х жизнь здесь кипела. Что, в принципе, неудивительно, потому что Советский Союз развалился только в августе 1991 года. Тут за двумя гермодоверями мы выходим к лестнице, которая должна вести, наверное, в корпус. И можем видеть тут еще один коридор, по которому пройдем позже. Здесь можно видеть две розетки на 30 или на 3 вольта и 220. Нет, наверное, на 38 вольт и 220. Интересное напряжение сети. Кислотная. Неплохо. Аккумуляторная. И здесь располагались аккумуляторные батареи. Мы можем видеть массу колбочек. Очевидно, от крышек банок с кислотой. Помещение очень маленькое. Ввод вентиляции, скорее всего, потому что проветриваться оно должно было неплохо. Вот здесь технические помещения. Выход в гермофорточки. Кстати, что интересно, и на этой гермофорточке стоял либо электрический привод, либо геркон, что более вероятно. Ну, а вот та часть подвала, которой я еще не был. Там выход наверх. Здесь помещение непонятного предназначения. Туда подвал продолжается дальше. Судя по трубам, здесь было что-то типа местной бойлерной. Кстати, что интересно, в окрестностях самого этого пансионата отсутствуют какие-либо технические постройки, которые могли бы быть котельной или использоваться еще для технических нужд. Только небольшая трансформаторная подстанция. Кстати, подвал я так до сих пор прошел, еще и не весь. Сейчас мы отправляемся наверх, посмотрим, куда же выходит эта лестница. Пока посчитаем количество входов-выходов в эти подземелья. Лестница, по которой я спустился раз. Лестница, которая сейчас передо мной, два. Две вентиляционных шахты и две гермофорточки, уходящих к вентиляционным каналам. Вот она улица. Проходим очередную веншахту, расположенную на небольшом отдалении от самого здания пансионата. Такой красивый впереди закат. Ну а я вновь отправляюсь в мрачное подземелье, чтобы пройти ту часть подвала, в которой я еще не успел побывать. Вновь спускаюсь через ту же самую лестницу. Сейчас мне предстоит решить небольшой крест. Где же я уже успел побывать? Вот та часть, где находятся три зала. Сначала изверистые ходы. И проход в ту часть, где находятся три зала под столовой. Там я был, там находятся технические помещения. А сейчас я отправляюсь под лестницу. Остатки мебели из пансионата. Кабель-канал, опять же, с сохранившимися силовыми кабелями. И длинный узкий проход. Под ногами хрустит облицовочная плитка. Мы видим вывод кабелей из подпола. И тут слегка подтопленная часть, которая кончается тупиком. Здесь выходили канализационные трубы, стояки. Трубы водопровода, скорее всего. Да, это узкое чистотехническое помещение. Ну что же, уважаемые зрители. Я полностью обошел подземелье этого пансионата. Без преувеличения, можно сказать, подземелья таинственные. Потому что для меня пока остается загадкой. Для чего в подмосковном пансионате, находящемся на удалении более ста километров от столицы, вне каких-либо населенных пунктов, потребовалось строить столь разветвленную, столь сложную сеть убежищ под зданием пансионата с предусмотренным резервным питанием, мы видели там дизельную, с помещением фильтровентиляционной, с непонятным помещением, напоминающим кассу. Все это пока оставляет у меня больше загадок, чем ответов на вопросы. Разгадку тайны этих подвалов я нашел спустя некоторое время, собирая информацию об этом месте. Дом отдыха был построен во второй половине 1960-х годов и принадлежал Центр Союзу СССР, некогда могущественной организации, являвшейся высшим координирующим органом потребкооперации страны. А в его подвалах располагался запасной командный пункт этой организации. Этим объясняется и наличие табличек с указанием должностей ответственных работников, партийного аппарата и торговли, которые мы видели на одной из старых фотографий, сделанных в этом ЗАКП. На этом всем пока. С вами был канал Андерволд, его ведущий Степа Вулф. До новых встреч. Оставайтесь с нами на канале, будет еще много-много интересного. Всем всего самого наилучшего. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok